Итак, мы с вами, значит, на лекции начали рассматривать движение в центральном поле, когда у нас есть два тела, мы показали, что задача может быть сведена к движению одного тела с проведенной массой, вокруг их, собственно говоря, центра масс. И задача сводится к тому, что мы описываем движение двумерное, плоское, в каком-то потенциале УАТР. На лекции мы с вами в прошлую среду вводили движение в общем случае для произвольных потенциалов. Мы показали, что выполняется закон сохранения момента импульса, второй закон Кеплера, связанный с ним, и на этом ограничились, а конкретные потенциалы мы не использовали. Сейчас же мы давайте задействуем вот такой вид потенциала, минус альфа делить на r. Альфа – это постоянная величина, которая характеризует либо гравитационную силу, либо силу электрическую. Вот этот потенциал может быть записан, либо он чаще называется кулоновским, хотя силу ягодения Ньютона он тоже описывает. Поэтому можно так и назвать его кулоновский или Ньютоновский потенциал. Параметр альфа, соответственно, это параметр взаимодействия. Параметр взаимодействия. Если у нас альфа больше нуля, тогда у нас есть притяжение к центру, потому что потенциальная энергия становится меньше нуля, и в итоге тело стремится свалиться в потенциальную яму ближе к центру. Если альфа больше нуля, это отталкивание, альфа меньше нуля, вернее, потенциал тогда будет положительным, это будет отталкивание. Мы этот случай на практике рассматривать, скорее всего, даже и не будем. Да, не планируется. Посмотрите его на практике. На лекции, может быть, сделаем. Простите, после предыдущего занятия немножко. Так, вот. Такой потенциал. Для этого потенциала мы еще не выводили, но, опять же, это дело завтрашнего дня, когда будет лекция. Мы можем получить общее решение для траектории. Траектория в таком потенциале имеет следующий вид. Я просто пока вот сейчас как справочный, такая вводная информация по решению задачи в центральном поле, которая нужна для дальнейших действий. А поскольку лекции еще не было, то поэтому, ну, если, так как лекции не было, то провести ее надо, да, если бы она была, все равно провести пришлось бы. Вот, траектория в таком поле. Вот, траектория в таком поле. Так, траектория в таком поле имеет вид следующий. Мы работали в полярных координатах, в полярных координатах, и в них же мы и остаемся. Потому что работать здесь в декартовых очень как-то грустно становится. Может быть, записано следующим образом. П на единице плюс эпсилон косинус фи. Где фигурируют два параметра. Так, ну, во-первых, переменная r – это радиус, и фи – это угол поворота плоскости. Вот мы отсчитываем радиус. Так, куда? От какой-то оси отсчитываем угол, угол фи. И вот у нас тело совершает движение, описываемое какой-то кривой, заданное вот таким вот образом. Что это за кривая и какие у нее свойства, надо смотреть в курсе аналитической геометрии. В курсе аналитической геометрии, поскольку все эти кривые – это на самом деле уравнение конического сечения. Уравнение конического сечения. И здесь, возможно, несколько вариантов. Здесь, возможно, несколько вариантов в зависимости от параметра эпсилон. В зависимости от того, какой у нас параметр эпсилон. Но прежде всего про параметр p лучше скажу для начала. Параметр p, он даже как-то неинтересно называется, я бы сказал. Он так и называется параметр орбиты. У него специального названия нет. Но он выражает значение размеры полуосей. Он дает размеры полуосей орбиты. Ну или полуоси, если она одна. Это от симметрии зависит. Равен он следующей величине. Квадрат момента импульса, деленный на проведенную массу и на параметр потенциала альфа. Получается, он выражает нам… Он зависит, в первую очередь, от момента импульса. И, по сути, он отвечает только за масштаб. За масштаб трактории. Меняя параметры p, вы можете тракторию раздуть или, наоборот, сжать. Так глобально никаких, скажем так, топологических изменений никаких он не дает. А вот параметр epsilon, он очень существенный. Очень существенный, потому что в зависимости от его знака… А в зависимости от этого знака мы можем получать те или иные виды траектории. Параметр epsilon… Давайте я напишу сначала формулу, потом напишу название, потом уже характеризуем, что получается. Вот. А формула удобно записать для epsilon в квадрате. Потому что он, хоть как… Если переписываем через механические параметры, то он будет выражаться корнем. Вот таким образом. Да, не печатается, все хорошо. Параметр орбиты измеряется в метрах, а вот этот параметр epsilon – это безразмерная величина. Безразмерная величина, называемая эксцентриситетом. Эксцентриситет. Она связана с расстоянием между фокусами траектории еще, между фокусами и началом координат, если посмотреть в теорию, в курсе геометрии. Видно, что параметр этот… Ну, во-первых, у нас есть ограничение на то, что параметр должен быть, очевидно, положительным. Ну и у нас вот здесь скрывая… Вернее, вот такая величина. Видно, что он не может быть… Вернее, он может быть положительным или нулевым. Вот так вот. Если у нас будет достаточно большая отрицательная энергия, обращая по модулю и отрицательная, то он будет равен нулю. Получается, эксцентриситет у нас больше или равен нулю всегда. Ну и давайте коротко посмотрим на отдельные частные случаи, которые его характеризуют… Которые, вернее, он характеризует. Так, он задает форму орбиты. Сразу надо сказать. Он задает форму орбиты, ну или можно сказать топологию орбиты. Топологию орбиты. Так, с экраном все в порядке. В общем-то возникло сообщение, что участник увиден мой экран. Хотя, наверное, если бы не было вида, вы бы не сказали. Так. Запись идет. Сейчас, пустимический контроль. Запись идет. Звук есть. Звук есть, да, ребят? Да, спасибо. А то что-то у меня индикатор микрофона не двигается. В общем, немножко, видимо, Zoom подвис. По крайней мере, интерфейс. Спасибо. Спасибо большое. Так. Вот. Параметр Epson задает форму орбиты. Ну или можно, как там, используя более модное в науке слово. Хотя Нобелевская премия за него была дана в 16-м году по физике. Параметр определяет топологию орбиты, можно сказать. Потому что при разных эпсилах у нас могут получиться замкнутые траектории, могут получаться разомкнутые траектории. Ну и давайте вот просто тоже справочно, без подробностей, просто приведем основные значения. Так, эпсилон, равное нулю. Это предельное значение, которое реализуется вот при энергии. Ну, видно, что если энергия равна минус мю альфа квадрат на 2м квадрата. Соответствует энергия, равная минус мю альфа квадрат на 2м квадрата. Если мы подставим вот такую энергию, то у нас… Это полная энергия тела, кинетическая плюс потенциальная. Если подставляем такую энергию, то у нас получается… Что будет? Эпсилон равно нулю. Отсюда сразу видно, что R просто равно P. Не зависит от угла. У нас получается просто отмужность. Давайте им пришел же круговая орбита. Так вот, идеальная круговая орбита. Круговая орбита. Постоянный радиус с отсутствием зависимости радиуса от угла. Нет никаких особых точек, нет ничего интересного. Хотя эта орбита довольно удобная, хотя бы в том плане, что она круговая, и по ней легко рассчитывается период, легко рассчитывается… На этой орбите будет постоянная скорость движения, потому что не меняется расстояние, а момент импульса, значит, задает нам конкретную угловую скорость. То есть, орбита довольно удобная для каких-нибудь практических приближений в том числе. Ну и в природе, например, для планет земной группы у нас в Солнечной системе, в частности, у Земли, у Венеры, орбита довольно близка к круговой, очень малым обладает концентреситетом. Очень маленькая эпсила. Порядка тысячных, тысячных или десятых у него величина. О, десяток сотых, 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 десяток. На самом деле, очень много у нас. В Солнечной системе так-то многие планеты были отцентреситетом. Это Полтогу не повезло, но он уже не планета. Вот. Другой случай, когда у нас эпсилон положительный, но меньше единички. Почему именно меньше единички? Потому что у нас есть косинус, который может меняться от плюс одного до минус одного. От плюс одного до минус одного. И тогда у нас очевидно становится, что если у нас эпсилон будет меньше единицы, то у нас знаменатель никогда не будет обращаться в ноль. Этим выделено вот это значение эпсилон, равное 1. Если у нас получается эпсилон меньше одного, то радиус всегда конечный будет при любых значениях углов. Радиус всегда конечен, но уже переменный. И здесь у нас реализуется эллиптическая орбита. Эллиптическая орбита, в которой радиус меняется от P1 плюс эпсилон, минимальное значение, до P1 минус эпсилон, максимальное значение. При этом эпсилон может сколько угодно близко подходить к единице, и радиус может быть на самом деле большим. Но траектория всегда остается замкнутой. Это вот существенная особенность. Если мы сообщаем системе такую энергию, такую энергию, что эксцентриситет равен 1, эксцентриситет равен 1, что это означает? Это означает, что мы сообщили системе энергию, равную нулю. То есть у нас кинетическая энергия равна потенциальной системе. И полная энергия в сумме – это 0. Потенциальная энергия у нас отрицательная. Это существенно. Можно даже пометить, что у нас здесь. У меньше нуля. Вот это важно. Так. То есть если у нас, получается, энергия была отрицательной, то у нас эллиптическая орбита. Чуть только мы достигаем нуля, у нас возникает одна особая точка у траектории при значении косинуса равен минус 1. Если косинус равен минус 1, то у нас возникает расходимость. Так. Эпсин равно нулю. Сейчас снова завладаю с планшетом. Снова завладаю с планшетом. У меня сегодня какой-то очень активный. В плане какого баловства. Вот. Эпсин равно нулю. По е равно нулю. И радиус стремится к бесконечности при косинус фи, стремящемся к минус 1. То есть угол фи стремится к пи. Угол фи стремится к пи. Вот у нас на этом рисунке смотреть. В правой полуплоскости у нас конечный радиус. А в левой полуплоскости мы уходим на бесконечность. Одна асимптотика. Одна асимптотическая ветра. И такая траектория называется параболической. Такая траектория называется параболической. Давайте я вот здесь ее напишу. Вот парабола. Реализуется параболическая траектория. Наконец, если у нас энергия положительная, то есть кинетическая энергия системы, кинетическая энергия тела больше, чем потенциальная энергия, если кинетическая энергия больше потенциальной, то у нас получается положительный, положительный, он не так положительный, эксцентрозитет получается больше единички. Это соответствует значению е больше нуля. И тогда у нас уже реализуются две асимптотики. Две асимптотических прямых. Я их сейчас писать не буду. Две асимптотические ветви. Скажем так, если у нас парабола имеет одну ветвь, в итоге в пределе стремятся стать как будто бы параллельными, хотя, конечно, на обычной параболе это не очевидно, то у гиперболы расходимость она, скажем так, определяется двумя прямыми. Двумя какими-то прямыми вот у нас, ну вот так вот, например. Изображу на картинке так, на экране. То вот у нас тело приходит отсюда, огибает центр и уходит на другую асимптотику. Между занавеской и тестилусом. Причем в зависимости от значения энергии угол между прямыми может быть очень разным. Может быть очень разным, может сильно меняться. как меняется, это опять же, как меняется, какие соответствуют значения эпсилона, это надо смотреть в геометрии. Но самая главная особенность, что предположительно энергия у нас две асимптотических ветви. Две асимптотических ветви и траектория, скажем так, на удалении была прямая и после прохождения центра тело переходит на другую прямую. Тогда как при движении по параболе такого не было, оно с одной прямой ушло и с другой и с такой же прямой вернее ушло. Вернее, откуда, с какого направления тело прилетело к нам, оно в том же направлении улетает. В случае с гипербол это не так. Вот здесь две асимптотические ветви и уже сказал, называется гипербола. гипербола, но не та, которая в литературе, а та, которая в математике. Гиперболическая траектория. Гипербола. Вот. Четыре основных типа траекторий у нас реализуются в реальных полях. В клоновских полях, точнее. И причем самое главное, мы видим, что для того, чтобы определить тип траектории, нам достаточно знать только значение. энергии и момента импульса. Другие начальные, то есть никакие другие величины нам, из того, что мы свободно меняем, скажем, для системы, масса, потому что может быть привязана к какой-то частице, альфа это у нас фундаментальное постоянное, фундаментальное постоянное, это масса центрального тела плюс аббревиационное постоянное, мы их тоже так особо менять не можем, то момент импульса и энергию мы можем задавать, если мы говорим, допустим, про запуск космического корабля. Мы можем сообщить ему разную скорость, в итоге получать разные значения момента импульса и энергии. Ну, разные скорости, разные направления задавать. В итоге получается, варьируя скорость и направление запуска тела, мы можем получить разные траектории, что, естественно, по сути дела, это базис для всей космонавтики и для любых планетных систем и для всего-либо-всего, все определяется вот этими вот четырьмя условиями, четырьмя, вернее, типами траекторий. Так, 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 так. Ну и что же? Это вот такая просто вводная информация некоторая. Детали про эти траектории я, наверное, все-таки на лекциях, на лекции и завтра, не завтра, дайте просто сферу еще с конспектом на всякий случай, проиллюстрируем, то есть, по крайней мере, уравнение в общем виде R от FI мы точно выведем. Это гарантированно. А вот насчет разных, насчет классификации траектории надо, конечно, детально смотреть. Так, вот уравнение Кеплера. Нам до уравнения Кеплера еще писать и писать. Ну, надеюсь, получится достаточно быстро это сделать. Может быть, завтра, может быть, но если не завтра, значит, мы начнем отставать. Это будет плохо, конечно. Ладно, не суть важна. Так, давайте, давайте начнем решать какую-то задачу. Сегодня пока, естественно, домашнее задание я не даю. Дальше мы посмотрим некоторые сдачи на применение, по сути, формулы конического сечения и расчет поправок в параметру П к параметру Эпсилон. Ну, а сейчас задача, которая, может быть, вызовет некоторый дежавю с первыми парами по термеху. Итак, я не буду нумеровать, просто задачу. Вот у нас есть земля, и мы из какой-то точки запускаем со скоростью V0 под углом гамма к горизонту в этой местности. Вот у нас угол гамма. запускаем какой-то объект. Космический корабль, например, баллистическую ракету и так далее. То есть разные простые мирные применения. Вот. Ракета, естественно, стартует, и предполагаем, что никакого сопротивления нету, пренебрегаем сопротивлением атмосферы. Она совершает движение по эллиптической траектории. Мы предполагаем, что скорость недостаточна для того, чтобы тело ушло в параболический ну, вот, все сломал, все искривил. Предполагаем, что скорость достаточно мала, и тело остается на эллиптической траектории, то есть ε всегда меньше единицы. Ну, считайте, что это такой кривой эллипс, и тело в итоге плюхается с противоположной стороны где-то от точки запуска. Я рисунок не просто рисовал симметричным, хотя вот пояснение детальное, ну, придется давать как-нибудь отдельно по тому, почему рисунок симметричный и чем определяется направление эллипса. Так, 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 вот центр Земли, вот начальная точка радиус R, конечная точка тоже радиус R. Предполагаем, что Земля у нас сферическая, однородная, то есть всякими там эверестами и марианскими впадинами перед распределением массы мы тоже принадлежим для упрощения задачи. И вот у нас точка 2, точка падения, ну, точка падения, она отстоит по поверхности на какое-то расстояние L. Вот мы вдоль дуги между точками можем задать расстояние L вдоль кривой. Вдоль кривой. То есть у нас получается L от гамма, L от гамма, и нужно найти при каком значении гамма будет получаться максимальная дальность полета. Дальность полета вдоль поверхности вдоль поверхности вдоль поверхности Земли. Мы не говорим, что дальность длина всей траектории. Нас интересует только дальность вдоль поверхности. Вот это вот вдоль поверхности. Скорость, полагаем, достаточно малой. достаточно малой. Так что тело движется по эллиптической орбите. Ну и мало того, что он движется по эллиптической орбите, оно еще в итоге плюхается обратно на Землю. Не остается на орбите. Не начинает совершать орбитальное движение вокруг Земли. Хотя, вообще-то говоря, на самом деле, с какой бы скоростью вы не запустили объект, если у него скорость, конечно, меньше, космическая, достаточная для покидания зоны тяготения Земли, то есть, получается, скорость, скажем так, недостаточная для перехода на параболу, то вы всегда обязаны будем, мы всегда обязаны в какой-то момент совершать коррекцию траектории, подправлять немножко орбиту, потому что иначе у нас, у нас космодром, он находится на Земле. При движении в центральном поле орбиты всегда замкнуты. Поэтому, если мы не сделаем коррекцию орбиты своевременно на нужной высоте, то у нас рано или поздно релизуется ситуация, показанная на картинке, и любой космический аппарат, он будет стремиться попасть в ту же точку, где находится космодром, только с обратной стороны Земли, естественно, прилетит из-под нее. Если бы Земли не было, так бы и происходило. А так, у нас радиус планеты конечный, то, естественно, приходится подправлять орбиту, чтобы тело переходило на орбиту уже, внутри которой Земля полностью находится, чтобы не мешалось, не зацепляло ничего ни за атмосферу, ни тем более за горы, за горы, моря и реки. Примерно вот такая идея. Вот. И получается так, при каком гамма, при каком значении гамма будет максимум L будет максимум L для заданной B0. Задача, в общем-то, примерно о том же, о чем была самая первая задача в домашнем по теореме Хуна. Про дальность полета. Только теперь полет происходит в космическом пространстве и в центральном поле. Учитываем, что поверхность Земли исправленная и предполагаем, что тело может уходить достаточно далеко от нее. Так, по времени. Ага, нормально. Полчаса прошло. Ну, давайте начнем потихонечку анализировать, расписывать. Здесь попутно некоторые основные особенности движения в центральном поле. Придется рассказывать, упоминать. Пока без вывода задачу о том, задачу, которая нам показывает, куда направлен эллипс и что движение, которое показывает движение, действительно происходит симметричным образом. Это придется еще отдельно вывести. Не сегодня. Так, давайте возьму какой-нибудь другой цвет. Так, вот у нас движение происходит так, что всегда можно найти некоторую плоскость симметрии. Вот это особенность центрального поля, ну, в общем-то, потенциального поля в целом. Оно является потенциальным кулоновское поле. У нас потенциальная сила, консервативная сила, и поэтому никаких причин тому, чтобы у нас траектория куда-то отклонялась в сторону, у нас нет. У нас есть только потенциальная сила, нет никакого трения, нет ничего. И если мы будем менять скорость, если мы будем менять скорость, то у нас будет просто поворачиваться весь эллипс целиком, немножко сжимаясь или наоборот расширяясь. При маленькой скорости V, например, у нас эллипс может быть локализован где-то вот здесь вблизи стартовой точки, вблизи что вдоль R, но тем не менее в целом у нас картина будет всегда одинакова. Картина будет всегда одинакова. Есть ось симметрии, ось симметрии эллипса, которая определяется его в первую очередь моментом импульса, ну и соотношением между опять же между величинами E и M, между энергией и моментом импульса. То есть по сути дела все задается начальной скоростью и углом полета, углом старта. Вот это вот такой пока как постулат можно принять, но на самом деле можно строго показать, что действительно у нас орбита она зеркально-симметрична. Я вот так пишу, что орбита зеркально-симметрична. Прямо так и сформулирую. И когда у нас тело прилетает в противоположную точку, точку финиша, то оно плюхается на землю тоже со скоростью в ноль, со скоростью в ноль. Ну, единственное направление у нее будет надо посмотреть. Оно будет направлено под углом гамма, но взятым с другой стороны. Вот так вот у нас будет здесь происходить. Вот угол гамма будет теперь производства под горизонт заходить будет. Вот орбита зеркально-симметрична. Так. И мы можем получить, что у нас угол, полярный угол, который фигурирует в выражении для орбиты. Вот у нас я еще раз воспроизведу. Это вот r равно p 1 плюс ε 8 фи. Вот этот полярный угол отсчитывается всегда вот от этого направления. Вот у нас ось, относительно которой отсчитывается полярный угол. Причина почему так и что это за такое направление, опять же, придется немножко забежать, видимо, как-нибудь. Забегая вперед, можно сказать, что мы можем получить закон сохранения некоторый, дополнительный закон сохранения момента импульса и энергии, связанный с ними в этой системе, и увидишь, что существует некоторый вектор, направление которого задает направление большой полуоси. Как раз именно этот вектор направлен вдоль оси, от которой мы отчитываем феномен. Вот это я сейчас по сути тела изобразил вот этот вектор здесь. Направление отчета угла задается дополнительным законом сохранения в системе, можно так сказать, который мы получим на следующей паре, лучше сейчас потрачу пару на хеллен гамма, чтобы было хотя бы что-то более-менее, чтобы лучше поработать с эксцентриситетом и параметром орбиты, нежели какую-то абстрактную величину рассматривать. Вот направление отчета угла задается дополнительным законом сохранения. у нас сохраняется некоторая векторная величина в этой системе дополнительным законом сохранения. По сути дела у нас есть вектор, который отвечает за ориентацию орбиты. Ориентация орбиты в пространстве постоянно, и именно это выражается добавочим законом сохранения, что мы можем взять какую-то выделенную ось за начало отчета. При этом окажется, что у нас действительно именно на этой оси сидят фокусы эллипса, и именно от этой оси мы по сути дела должны отчитывать угол фактически для такой записи траектории. Это, если что, все, конечно, ольховские. Давайте я сейчас на всякий случай задачу продемонстрирую, в которой идет речь. точку я здесь собирал. Задача 2.40. Задача 2.39, 2.45. По сути дела, это вот такой класс задач о движении в центральном поле, в кулоновском поле. И вот мы сейчас с вами делаем задачу 2.43. 2.43, при каком значении угла бета, у нас гамма обозначена скорость будет максимальной, дальность будет максимальной. А про закон сохранения, про закон сохранения, вот это задача 2.41. 2.41, сохраняется некоторый вектор, заданный векторным произведением скорости и момента импульса, и еще кусочком связанных потенциальной энергии. Вот такой вектор, он сохраняется и он задает как раз направление полуоси орбиты. Это мы отдельно постараемся рассмотреть. как-нибудь между делом. Вот, это получается задача, который номер у него 2.41. 2.41, Ольховский. Вот, а сейчас мы с вами делаем задачу 2.43. 3.41. ну и что у нас получается? Теперь вот мы, когда более-менее определились симметрией орбиты и с ее, вот это вот, тем, что она зеркальная, тем, что она симметрична, посмотрели, откуда мы отсчитываем угол, мы можем записать, в общем-то, дальность полета и можем записать положение начальной точки. У нас получилось, что на самом деле начальная координата это некоторая точка с координатами r и φ0. Вот, рисунки показаны. r это радиус Земли, φ0 это вот угол, отсчитанный от направления полуоси, от направления полуоси. начальная точка r φ0. Дальность полета будет равна просто длине дуги. У нас вот здесь возник угол, если мы сейчас нарисуем аккуратно еще, вот здесь φ0 и здесь тоже φ0, потому что задача симметричная. Оставшийся угол, на который опирается дуга L, на который опирается дуга L, это 2π минус 2φ0. 2π минус 2φ0. Ну и, соответственно, длина этой дуги равна радиусу, умноженному на 2π минус 2φ0. Вот у нас такая связь между дальностью полета и начальной точкой. Просто очень чисто геометрическая такая постановка, ну, плюс анализ симметричности полета. В итоге, что у нас получается? Что у нас получается? У нас получается, что если φ0 уменьшается, то дальность полета растет. Они ставят с противоположным знаком. Уменьшение φ0 дает нам максимум дальности полета. И в итоге мы, получается, можем записать, что у нас есть dL пандагамма. dL пандагамма. Так. Нам, по сути, нужно найти вот такую условию. dL пандагамма равно 0. dL пандагамма равно 0. Понятно, да, что максимальное значение дальности в зависимости от угла гамма. Однако, здесь удобно рассматривать все-таки не dL пандагамма. У нас есть начальная точка. Начальная точка R F0. Если мы подставим ее в траекторию изначального условия, у нас, поскольку заданы инкрединаты, заданы в 0, мы можем все вычислить. И энергию, и момент импульса здесь можем посчитать. Изначальное условие у нас следует, что R большое это P 1 плюс ε косинус в 0. Положение начальной точки и ее радиус. Радиус начальной точки. Видно, что на самом деле мы можем рассматривать точку. У нас получается что орбита, по сути дела, характеристики орбиты определяются, а именно моменты импульса, энергию, они связаны с косинусом феноль, с косинусом феноль. А значит, мы можем вместо анализа L рассматривать значение как раз этого самого косинуса феноля. У нас получается максимум L, он соответствует минимуму феноль, минимуму феноль. Чем у нас меньше угол внизу, тем больше у нас опоясывающая его траектория. Или раз у нас в уравнение входит косинус, так нам может быть косинус удобнее анализировать. Если у нас минимум феноль, это значит, что мы должны искать максимум косинуса феноля. Вместо того, чтобы писать всю вот эту длину, которая выражается через угол фи, значит, если мы его вычислим сейчас из параметров орбиты, мы вычислим, мы должны будем взять косинус и писать L. Идея в чем такая? Что L мы на самом деле можем найти через косинус. L зависит от феноля. Очевидным образом. Феноль мы можем найти из начальных условий, задавая моменты энергии, мы можем найти феноль. Но удобнее считать именно величину косинуса феноль, потому что экстреммы будут у них в одной и той же точке. Экстреммы будут в одной и той же точке, L это феноль и косинус феноль, они ведут себя согласованно. L и феноль. L и косинус феноль. А L и сам угол ведут себя противоположным. Нам там еще нужно отсекать, что есть минимум, что есть максимум. В данном случае, если мы выражаем косинус, нам не нужно это делать. Как-то долго это объясняю. Запутал, Ладно. Давайте выразим вот этот самый косинус феноль и будем дальше его дифференцировать по гамме. То есть нам фактически получается вместо вот такого условия нам нужно искать вот такое вот уравнение D косинус феноль по д гамма равно 0. Вот это уравнение и будем выписывать и анализировать. Оно проще немножечко, чем просто DL по д гамму. Итак, давайте я перевесну лучше на следующий слайд, наверное, чтобы здесь не втихивать в нижнюю строчку и потом не бегать туда-сюда между слайдами. Так, косинус феноль выразим. Вот из начального условия мы все можем получить. получается мы E и M заданы, следовательно P и ε известны, ну и значит мы получается косинус феноль можем выразить как функцию этих двух величин. косинус феноль из орбиты из условия вернее из уравнения орбиты получаем следующим образом. единица плюс ε влево, R вправо, единичку вычесть, еще на ε поделить. P на R минус 1. вот опускаю выкладки здесь просто берем меняем перетаскиваем R знаменатель единицы плюс косинус наоборот в левую часть и еще единичку не забываем вычесть. Вот получается такая зависимость и у нас P зависит от момента импульса зависящего от гаммы P зависит от момента импульса зависящего от гаммы это мы видим P зависит от момента импульса зависящего от гаммы а энергия это независимый параметр энергия независимый параметр и поэтому у нас Так, epsilon – это у нас есть, что это и epsilon тоже. Если мы смотрим на формулу для эксцентриситета, то у нас что получается? Это функция уже двух параметров, но энергия от величины гаммы не зависит. Можно в этом убедиться легко. Почему вот так написано? Начальная энергия – это энергия хинетическая, μ в 0 квадрат пополам, минус потенциальная, альфа на r. От гамма она не зависит. Поэтому здесь нам существует только зависимость момента импульса от гаммы. Ну, момент импульса давайте что-ли тоже изобразим. Давайте сделаем перерыв, а потом изобразим момент импульса. Вот что-то я задумался. Вот, давайте перерыв сделаем, потом продолжим учтение. Дальше пойдет чисто алгебра, просто будем дифференцировать выражения и смотреть, какие за этим смыслы кроются. Но так вот, какой-то такой большой, достаточно большая, не верю, гаммозгская задача отчасти, но она на самом деле немножко, ну как немножко, слава, несравнимо проще, чем задача, которая была где-то в сентябре, про дальность полета тела по другому горизонту. Давайте пока сделаем перерыв. Итак, давайте выразим теперь еще момент импульса. Момент импульса, ну, здесь надо аккуратно посмотреть, как он выражается, как он связан с, ну, выражается через наши характеристики, потому что момент импульса, это, в нашем случае, это модуль векторного произведения начального радиосвекторной начальной скорости при теговом нулю. Ну, если мы смотрим в нашу задачу, то у нас они выглядят примерно вот так. Так, вот у нас горизонт, вот у нас скорость в 0, в 0, ну, немножко поменял угол, вот у нас угол гаммы определен между горизонтом и скоростью, между горизонтом и скоростью, а угол между радиусом и скоростью, он другой, это и пополам минус гамма, поэтому надо это учесть. Вот у нас r, гамма – это угол между касательной и скоростью, а здесь у нас вот другой угол, и пополам минус гамма. То есть единственное, что надо, не перепутать углы, а так технически, ну, дальше работают формулы произведения модулей на синус угла. В произведении модулей на синус угла здесь все стандартно и как бы стандартно, избит, банально и так далее. Кстати, я здесь неправильно написал, да? Вот так, надо еще μ не забыть. Масса у нас благо не меняется. Импульс же, а не просто произведение скорости на радиусе, как бы. Так, что у нас здесь есть? Теперь у нас есть модуль радиус вектора r, модуль импульса μ в 0 и синус π пополам минус гамма. Если использовать фугмул проведения, то мы получаем косинус гамма. попросту r, μ в 0, 8 гамма. Вот значение момента импульса. У нас получается, таким образом, из двух заданных характеристик, которые нам задают начальные условия и, по сути, определяют полностью траекторию системы, от гаммы зависит только m. только m, ну, значит, это, в общем-то, хорошо, потому что, если бы еще энергия от гаммы зависела, было бы очень тоскливо. Там просто производные сложные функции, да еще двух переменных. Ну, давайте продифференцируем теперь косинус φ по углу. Косинус φ по углу. Учитывая вот эти вот зависимости p и ε от начального от начального угла гамма. Так что же, я все вместе могу сделать так. Вот так. Вычислим. d косинус φ по 0 по d гамма. Что у нас здесь получается? От ε. ε зависит от гаммы, p зависит от гаммы. Косинус, через параметр m. Едничка, к счастью, от него не зависит. Ну, давайте берем производное произведение, стандартное. Если мы сначала дифференцируем ε, у нас появится минус единица на ε в квадрате. скобка останется неизменной. p на r минус 1. Но еще возникнет производное d ε по d гамма, которая, в свою очередь, должна быть переписана через производную сложной функции. Вот таким вот образом. Не забывайте, что у нас сложная функция дифференцируется по стандартному такому правилу. И далее второе слагаемое. То есть, если я подифференцирую только единицу на ε, теперь еще дифференцируем скобку. Здесь будет единица на r ε постоянный множитель. и будет dp по d гамма. dp по d гамма, ну, или, используя точно так же производную сложную функцию, dp по dm на dm по d гамма. Видно, что вылез общий множитель dm по d гамма. Появился общий множитель dm по d гамма. А, кстати, почему минус? Здесь плюс. Вот. Плюс здесь. Появился общий множитель dm по d гамма. Можно вынести его за скобку. За скобку. Ну, и что у нас получается? Так, сюда, наверное, не вместится. Давайте перенесу. Так, единица на r ε dp по dm второе слагаемое, за чего он написал. Минус. Минус единица на ε квадрат p на r минус 1 d ε квадрат умноженное на производную момента импульса по углу равно нулю. Равно нулю – это условие экстрема. Вот у нас получается есть на самом деле как будто бы две возможности. У нас либо равна нулю скобка, либо равен нулю dm по d гамма. Одно из двух. dm по d гамма равно нулю – это, конечно, легко посчитать. Давайте проверим, что нам вот этот случай даст. Вот этот результат пока, скажем так, запомним. и давайте попробуем вариант dm по d гамма равно нулю. Пусть dm по d гамма – это ноль. Чему это нас приводит? Простите, часть-то звонит. Момент. Так, теперь мы так вот dm по d гамма вычислим. dm по d гамма вычислим. Момент. Так, dm по d гамма. Тут легко. Тут легко. это просто минус r мю v нулевое синус угла равно нулю. Видно, что есть только две возможности. Две возможности гамма равно ноль или гамма равно пи. Отсюда гамма равно ноль или пи. У нас получается запуск по касательной. Однако, вот это как раз особенность, что запуск только по касательной горизонту, то есть мы берем и стреляем горизонтально нашим снарядом. Запускаем наш спутник горизонтально. Это плохо, потому что он у нас так, 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 так. Сейчас сформулирую мысль. Если мы запускаем строго по касательной, то он получается у нас должен иметь скорость достаточно большую для того, чтобы двигаться по руковой траектории. Иначе у нас плюхнется на землю в том же месте, где он находится. попросту. То есть дальность полета будет нулевой. Можно, конечно, более детально проверить. Условие гамма равно 0π не подходит, так как у нас есть ограничение скорости, так как у нас скорость маловато для этого. если бы скорость была больше, больше этой величины, господи, сейчас, звонки, звонки, момент. Ладно. Теперь звонил декан, но он не успел, вернее, я не успел отыскать. скорость у нас мала, меньше некоторой пороговой, и поэтому дальность полета будет нулевая. Если же мы скорость сделаем достаточно большую, чтобы тело могло облететь Землю, оно у нас, оно, конечно, мы получим вроде бы дальность полета, скажем так, 2π, на самом деле у нас дальность полета будет бесконечность, потому что оно дальше продолжит вращаться по орбите, запущенное, получается, как тот самый легендарный крокодил низенько-низенько, будет лететь над всей поверхностью Земли, никогда ее не касаясь. У нас, получается, условие dm по дгам равно нулю, оно не подходит просто под условия задачи, исходную формулировку. Завершение происходит, все равно должно происходить по эллиптической орбите. По эллиптической орбите, с некоторым вот таким значением. В общем, с некоторым значением скорости, которая меньше, чем первая космическая. Вот так вот. Чтобы у нас движение по касательной реализовалось, у нас скорость должна быть равна первой космической. Это, опять же, это еще ньютерновский результат. Поэтому у нас должна быть равна нулю скобка. Должна быть равна нулю скобка. То есть, есть какие-то подробности, что-то может быть не очень так запутанно объясняю. Можно глянуть в Польховском. Решение 2.43 у него описано, по-моему, подробно. И уточнить вот этот принцип окраса оттуда. Получается, нам надо замулять скобку теперь. Решение dm по d гамма равна нулю нам не подходит. То есть, угол гамма должен быть каким-то конечным. Ну, и давайте будем считать. Будем считать теперь. вот это вот производная. У нас есть единица на r эпсилон. Единица на r эпсилон. dp dp dm. Ну, идем на определение, смотрим. dp dm. Здесь парабола по моменту импульса, параболическая функция, квадратичная, просто 2m на мю альфа. Так, на 2m на мю альфа. Так, это у меня случайность. что такое, где слайд? Так, видите, суслика, да? Я не вижу, а он где-то есть. Я ведь только написал. Ладно, еще раз перепишем. Во, все появилось. Магия. Короче, дайте-ка я это... Так, давайте я сейчас остановлю пока демонстрацию презентации. Какой-то сбой технический я воно пошел. Так, продолжаем. Так, единица на r эпсилон. dp по dm это 2m на мю альфа. Минус единица на эпсилон квадрат. p на r минус 1. p на r минус 1. Здесь d эпсилон по dm. d эпсилон по dm подифференцировать немножко сложнее, потому что это есть корень из единицы плюс вот эту штуковину. Ну, подифференцируем, ничего страшного. Давайте пока... здесь вот сейчас пока не пишем, вот надо взять отдельный d-эпсилон по dm. d-эпсилон по dm это получается d по dm от корня из единицы плюс 2e m квадрат на мю альфа квадрат. Дифференцируем получается единица на 2 корня давайте я целиком его писать не буду и на производное подковинного выражения 4em на мю альфа квадрат. В знаменателе что получилось? Корень был, корень остался в знаменателе, получился самый эксцентрозитет и никуда он получается не делался. У нас получилось вот такое выражение 2e на массу на мю альфа в квадрате эпсилон. Вот такой результат получилось. То есть у нас вот здесь вместо многоточия вот эта вот дробь которая только что выписана. мю альфа в квадрате на эпсилон на 2e на массу равно нулю. Должно быть равно нулю. Вот такое простое достаточно в чем-то соотношение для связывающие нам параметры траектории связывающие параметры траектории и дающие нам практически условия при котором у нас дальность полета будет действительно максимально получаться. Осталось только аккуратно отсюда вырезать нужный нам угол гамма ну или его косинус потому что в момент м входит косинус гамма значит мы по сути косинус гамма сейчас и получим на выходе. Давайте мы это уравнение соотношение сейчас сначала немножко упростим потому что у нас 2m и 2m входит в числители везде. Вроде может сходу показаться что мы ищем момент импульса и мы на него уже сократили его не осталось на самом деле нет он у нас есть в п он у нас есть в эпсилон так что мы гамму никуда не потеряли получается в итоге вот такое уравнение r эпсилон альфа m минус e на мю альфа в квадрате эпсилон в кубе на pr и еще плюс просто e на мю альфа в квадрате эпсилон в кубе равно нулю вот такое уравнение которое нам в итоге должно на выходе дать момент импульса или угол угол соответственно давайте все уже пройдем к общенному знаменателю и решим полученное уравнение относительно m большого сначала а там уж как получится ну я сказал что придем к общему знаменателю на самом деле здесь проще сделать вот так домножить на r мю альфа в квадрате эпсилон в кубе чтобы не мешалось нигде тогда что будет тогда будет первым слагаемым будет альфа на эпсилон квадрат альфа эпсилон квадрат так нормально будет нормально во втором слагаемом будет e на p и в третьем слагаемом будет e на r дальше дело остается только за тем чтобы подставить сюда значения p и эпсилон расшифровать их через момент импульса и его выразить через соответствующие параметры а дальше уже потом финальной формуле когда мы получим выражение для космуса гамма через энергию можно будет еще и энергию подставить а так пока чтобы не заплюхаться в лишних подстановках проще делать все поэтапно последовательно простым путем а так альфа на эпсилон в квадрате вот у нас эпсилон написан двумя строчками выше под корнем у нас получается первое слагаем это альфа плюс 2 e m квадрат на мю альфа в знаменателе был квадрат на одну альфу я домножу далее момент импульса ой момент импульса параметры орбиты параметры орбиты e m квадрат на мю альфа e умножить на p двойка сокращается и плюс e на радиус равно 0 в итоге получается очень простое соотношение очень простое соотношение m квадрат так вот отделю интересующую нас часть от остальных равно минус e r минус альфа может быть возникнет сейчас ощущение что у нас получился квадрат величины равен чему-то отрицательному наверняка такое ощущение закрадывается на самом деле здесь все нормально поскольку у нас величина e сама по себе она тоже отрицательная у нас движение в политической орбите поэтому энергия является отрицательной величиной и ничего страшного в этом нет можно в итоге то есть можно здесь записать ну поэтому перенести все спокойно перенести спокойно всю левую часть e меньше нуля поэтому со знаком все хорошо можно прокомментировать это ну и в итоге мы можем спокойно m квадрат отсюда выразить m квадрат равно минус мю альфа r минус мю альфа квадрат на e ну и дальше дело за малым за постановкой конкретных значений так у нас получается мю в квадрате в 0 допустим в квадрате так r в квадрате r в квадрате и еще на косинус в квадрате гаммы равно мю альфа r минус мю альфа квадрат и энергия энергия это у нас вот такая вот фиговина генетическая энергия минус потенциальная начальные точки дальше остается чисто техническое преобразование отсюда мы выражаем косинус гаммы можно проверить свериться с литературой можно доделать до конца эту задачу можно не доделывать но дело такое наживное скажем так вот отсюда получаем что косинус квадрате гамма у нас равно чему-то как домашний я это не задаю потому что сдача решена подробно вольховском в частности и осталось вот только такое какое-то простое действие которое нам даст итоговый результат конечно глядя на итоговый результат можно было проанализировать что у нас происходит как у нас влияет значение угла на стартового угла вернее на форму орбиты какие у нас могут быть траектории здесь можно получить вернее может получиться так что у нас допустим тело стартует из точки какой-то и делает очень вытянутый полет очень вытянутый орбит и возвращается в итоге на половину расстояния по экватору или может быть даже меньше как повезет все зависит от соотношения между 0 и гаммой на самом деле но поскольку мы здесь искали максимум то у нас такой результат что мы максимальную дальность не найдем дальность может быть разной дальность полета может быть разной в любом случае и предельное значение если мы совершаем если мы запускаем тело с первой космической скоростью в пределе или чуть больше то у нас тело начнет описывать эллипс по касательной к стартовой точке то есть можно найти такое значение подобрать такое значение скорости что у нас V0 вернее V0 будет такой что тело будет касаться земли именно в точке старта оно будет подходить к ней возвращаться к ней обратно это будет соответствовать случая dm под гамма равно нулю в итоге потому что гамма при этом должно быть равно нулю градусов тогда у нас тело стартует по касательной и по касательной же приходят с обратной стороны вот примерно какие-то такие общие слова можно по тому поводу сказать конкретные же зависимости надо анализировать потому что здесь они могут быть немножко нетривиальными я предлагаю на этом на сегодня закончить меня всем звонками атаковали тем более задачу задачу получается разобрали домашнее задание пока не задаю начнем с следующей недели задавать новые задачи на термех пока вот у вас 19 числа я продолжаю принимать домашние задачи ну и собственно параллельно с ними можно достать негрящего контрольной работы по первой контрольной точке частично я выставил отметки вы это видите уже видели что что-то выставлено так что-то выставлено ну если какие-то вопросы возникают то можно уточнить спросить не знаю и по задаче или организационные моменты если нет тогда давайте будем разбегаться так я остановлю выставлено